Всем привет! Вы смотрите Культурную Среду. В этом выпуске выставка «Дизайн глазами молодых», которая нам не понравилась, лекция фотографа Михаила Доможилова, которая нам очень понравилась, концерт инди-группы «Ля вторник», который на любителя, и снежная битва, которую мы пропустили. Еще в начале немножечко про себя. На этой неделе, 8 марта, своя вечеринка у культурной среды «Лейся песни». Всех приглашаем. Все подробности в самом конце программы. В музее ИЗО открылась выставка «Дизайн глазами молодых». Внимания к событию было очень много. Выставочный зал набился битком. Толпа журналистов, отчасти ажиотаж возник на волне проекта с молодыми художниками, и многие ожидали чего-то подобного. Но дизайнеры оказались совсем молодыми. Часть работ вообще делали школьники среднего звена на уровне кружка самодеятельности. Соответственно, хорошие работы на таком фоне терялись и выглядели вообще несерьезно. Питерский фотограф-документалист Михаил Доможилов читал бесплатную лекцию в Оренбурге. На событии был прям аншлаг. Многие слушали даже из коридора. Мы вам в интервью сначала немного его философии дадим и взглядов на фотографию, а потом техническая сторона, на что Миша снимает и у кого советует поучиться. Если говорить о документальной фотографии и фото журналистике, совершенно не нужно смотреть в сторону за рубежа. Не просто переключаться, когда ты сегодня снимаешь какую-то непростую сторону жизни, а завтра свадьба. Но, с другой стороны, это и помогает. То есть, вот это понимание, что ты видел чуть-чуть в жизни, и более, может быть, как-то трепетно относиться к событию, которое действительно очень положительное. Основная камера Canon 1D Mark IV. Три объектива 16-35-35-50. Это первый набор. И второй набор – это большеформатная техника. Сенар F1 4х5 V. С очень сложными сфит-парадами. Ну, окей. Томаш Гудзоваты. Себастьян Сальгадо. Кого-нибудь специально из молодых, современных документалистов. Например, Себастьян Лист. Русский самый, наверное, серьезный фотограф. Но это военный фото журналист Юрий Козырев. Совершенно потрясающий. И, наконец, тоже можно кому-нибудь из русских, из молодых. Это Евгения Арбугаева. 1 марта в Зауралке прошла снежная битва. Она по эстафете передается из других городов. Все собираются в назначенном месте и играют в снежки. Мы сначала думали, что там народа не будет, и не пошли туда. Потом, значит, я листаю Инстаграм, а там прям события, прям народа много. Даже ведущий был Лукин. Вроде Андрей, ну, может быть, и Костя. Московская инди-поп-группа «Ля Вторник» в субботу выступала во «Вместе Баре». Мы сейчас вам покажем фрагменты выступлений и интервью. Мы достаточно уникальны, как это нескромно бы ни звучало. Ну, все заняты делом по максимуму. И плюс я, как вокалист, зажигаю толпу. И это самое важное в этом направлении. Нам как раз прислали контракт недавно. Очень много страниц. И мы его пока читаем, изучаем. Там определенный дресс-код прописан. Могут попросить что-то поправить, например, изменить какое-то слово или что-то еще в тексте или просто в песне. GTA Камшот. Первая официальная вечеринка от промо-группы Трэп Эйд. Раньше они, как и честное слово, проводили закрытые мероприятия. Первая открытая вечеринка провалилась, пришло человек 50. Но дело не в этом. Главное то, что Трэп Эйд – это прямой конкурент честного слова с их форматом хип-хоп-вечеринок «Вечерний Урбан». А конкуренция – это хороший стимул включать голову и бороться за аудиторию. Надеемся, что ни те, ни другие не сольются. Ну и кстати, честное слово, на этой неделе проводят очередной «Вечерний Урбан». И опять эксперименты с форматами. В прошлый раз живая музыка, на этот раз танцоры. Танцоры бьются против диджея, который ставит разную музыку. Разные по скорости. Танцор даже не представляет, что он может включить. И под это он должен как бы симпровизировать так, чтобы попасть полностью в такт, понять настроение этой музыки. Ну и про нас. 8 марта лейся песню «Культурной среды». Расскажем, кто мы такие, покажем специальный выпуск, музычку любимую будем ставить. Ну и, конечно, прибудут ребята с телеканала ЮТВ. Будем всех вас ждать. А еще мы придумали вот такие кнопочки. Если вам понравился этот выпуск, можете посмотреть другие. На этом у меня все. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok